Мы продолжаем наш рассказ о том, как проходила экспедиция «Москва-Тикси-Москва», организованная при поддержке телеканала «Автоплюс». 24 тысячи километров, четверть из которых проходила по снегам тундры, льду заполярных восточно-сибирских рек и тороса моря Лаптевых, оказались по зубам и абсолютно стандартным дизельным «Мерседесом МЛ» и шином «Мишлен Эксайс Норс Латитюд». Но самое главное, что все это выдержали люди и сами живы, здоровы и, сохранив технику, вернулись в Москву. Но все это будет потом, а пока экспедиция приближается к своей кульминации. Утро 18 марта мы встречаем в поселке с романтическим названием «Северный». Пейзаж вокруг, в общем-то, по-своему тоже романтичен. Утром 18 марта мы проснулись в поселке Северный, который значится на карте, как нежилой. Всю ночь ехали, свернули с Ян и оказались здесь для того, чтобы часа 3-4 поспать и дальше идти уже на Хаир. И если повезет, попробовать за день выйти к морю Лаптевых, уже к заливу, чтобы оставить последний участок по морю, по льду до Тикси. Чем дальше едешь на север, тем все больше проникает в тебя ощущение того, что только что здесь закончилась какая-то большая, долгая и тяжелая война. Хотя никогда боевых действий в этих краях не было. Жилых населенных пунктов практически не осталось. А те, где еще живут люди, скоро будут выглядеть примерно вот так же, как Северный, где, кстати, стоят четырех-пятиэтажные брошенные жилые дома, что для Крайнего Севера вещь просто немыслимая. Это был богатейший поселок, это был настоящий город, в котором, кстати, добывали золото. Кто-то живет, правда, здесь и сейчас, уже без электричества, без коммунальных служб, без больницы и без милиции. Так, сам по себе. Одна якутская семья, но, видимо, пришлая. И кто-то из тех, что, видимо, не нашли ни сил, ни возможности отсюда уехать. Один, может быть, два человека за закрытой дверью. Мы стучались, но нам никто не открыл. Закрыто. Ну, собственно, да. Но чуть позже мы встретились с ними, правда, без камеры. Их 15, отчаянных мужиков, вооруженных болгарками. Они живут тем, что разбирают некогда цветущий город, золотую столицу Нижней Яния на запчасти. Вот они, свежесрезанные трубы, плод их деятельности. А что еще делать? Когда-то сюда было престижно приезжать за длинным рублем, за романтикой. Здесь были библиотеки, школы, больницы. А уже к началу 90-х годов не осталось ничего. Можно ли предположить, что золото добывать нерентабельно? Кстати, вокруг Северного был целый куст поселков, где это самое золото добывали. Они были все связаны круглогодичными дорогами. В самом же Северном находился горно-обогатительный комбинат. Отсюда выходило 3 килограмма чистого золота в день. Сейчас отсюда выходят старые рамы и двери, обрезки труб и батареи отопления на чермет. Одно радует среди всего этого апокалипсиса погода. И солнечно, и не дует. Больше всего мы боимся ветра. Снега в этом году в Якутии мало, но если сильный ветер поднимется, он будет просто перемещать то, что уже лежит на земле и заметет все следы. Неделю назад последний раз ходили Уралы по той дороге, по которой должны идти мы. Так что посмотрим, какая сейчас там погода, и осталось ли что-то от той клеи, которую они пробили. Звоним в Тикси. Как погода? Погода у вас как? Погода как? Ага, понял. Тогда я перезвоню минут через 15, Алик. Через 15 перезвоню. Спасибо. Угу. Спасибо. Ну что ж, погода в Тикси. Сейчас в настоящий момент видимость на километр. Немножко метет, но говорят, что прогноз обнадеживающий. И в принципе, больших метелей и пурги пока не ожидается. Окончательный прогноз будет после 11. Мы обязательно перезвоним и сверимся. Но пока надо ехать. Хочется засветло доехать уже до моря в конце газа. Ведь мы к морю едем. Пусть и на север. Но самая ценная информация, которая осталась после разговора с Аликом, начальником метеорологической службы Тиксинского порта, это координаты точки входа на морской лед и точки на противоположном берегу. Напрямую через залив. Напрямую через залив, если мы пойдем. После Северного стали подниматься потихоньку вверх. Ушли стрельки, начались переметы. Посмотрите, открытое пространство. Практически ни одного дерева. Ветры гуляют. Клея местами заметена. Что ж, хорошая репетиция перед тем, как мы выйдем на море, как мы выйдем на залив. Тросы далеко убирать уже не будем. Сейчас сидим. Пока, похоже, не очень крепко. Так, мы машину подняли в третье положение. Мы в третье положение подняли машину максимально. Вы сейчас нас просто стаскиваете аккуратненько, да, и потом мы выбираемся. Если вы садитесь, мы вас уже тоже вытаскиваем. Все, давай. Тут уже не крайний север, тут уже настоящая Арктика. Бескрайние снега, деревца, как спички, и ветер, который двигает эти миллионы тонн снега, как хочет. Да, нелегко и недешево давалось золото стране. По этой, кстати, дороге из Кулара на Белазах огромных карьерных самосвалах возили золотоносную руду в север. А вот Кулар, еще один нежилой поселок, его практически сравняли с землей. А когда-то именно здесь находились золотые шахты. Здрасте! Здраво! А вы живете здесь? Да нет, мы не живем, он там застрял. А, на Хаир вы едете? Вы тоже на Хаир едете. А вы на чем? Я на шоссе. Там не видели? Два Камаза положено. Мы знаем, что должны идти на Тикс сейчас три Краза. И пойду через Хаир. Ну да, не через Хаир пойдут, три Краза. А они из Сайдов вчера вечером выходили. Да на мостах сижу. Не подлезь, не подпить ничего. Но мы-то вряд ли вытащим вас. Да нет, конечно. Я же буржом. Понятно. Мы проедем? Рядом? Да. Да возможно на такой технике. Мы сейчас подъедем, посмотрим. Да, ладно. Спасибо. Сидит он крепко, и варианта два. Либо нам копать объезд вокруг него, либо попробовать освоить старый мост. Появился вариант объехать это внезапно возникшее препятствие по старой дороге, через видавшие виды, но вполне еще живой мост. Жень, мне кажется, проще вокруг прокопать, чем мы сейчас будем вот тут искать выезд и напоримся на какую-нибудь железку. Будем копать. Старые мосты, это, конечно, романтично, но проверенный зимник, он надежнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но стоило нам прокопать один объезд вокруг засевшего грузовика, как тут же возникает еще одна проблема. Огромная яма, засыпанная снегом. Вариант решения такой же. И пробив объезд одним автомобилем, пускаем по этой свежей колее остальные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все. И лопаты, и люди по машинам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всю дорогу сюда, на асфальте, на грунтовке и на гладких, ровных зимниках, на льду рек. Что ж, приходится расплачиваться за комфорт. Но, в общем, пока едем и цепляемся хоть как-то. Ну, что там, все расселись. Продолжаем движение. Впрочем, дальше дорога нам дала небольшую передышку. Из снежных западней каждая машина выбиралась, пусть и не сразу, но самостоятельно. А миновав красивейший перевал, спустились и вышли на приток реки Амалой. Той самой, впадающей в северный рядовитый океан. По ней-то нам и ехать. И последний населенный пункт на нашем пути – это поселок Хаир. Тут живет 450 человек. По местным меркам – нечто среднее между Нью-Йорком и Токио. Фух. Ну, вот и долгожданный Хаир. Холдно тут, минус 32, на самом деле. Похолодало. Золгожданный Хаир. К нам уже, смотрите, идут местные жители. Сейчас мы у них узнаем про заправку, потому что, судя по следам, здесь ездят только на снегоходах. Мы даже еле-еле нашли въезд с реки в село, в поселок. Автомобильных следов нет вообще, но, я думаю, солярка есть, поскольку есть электричество. Сейчас узнаем у местных граждан. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы из Москвы приехали. Мы в Тикси едем. Давно едете? Мы уже месяц едем. Скажите, пожалуйста, где у вас солярка? Солярка? Да. Солярки у нас заправочной нет. Просто есть дизельная станция. Ну, можно там залиться, потому что нам нужно очень солярку. Мне-то надо поговорить. Можно? С кем поговорить? У нас по полбака солярки. Нам немного надо. Нам нужно, знаете, литров 150. Можно позвонить? Да, можно позвонить? Давайте позвоним. Да, спасибо. Пообщаюсь по телефону с заместителем главы местной администрации Борисом. Проблем с соляркой не будет, но ехать дальше в ночь категорически не советуют. Машин давно не было, колью замело. Оно и правда. Решаемся остаться на ночь в Хаире. Нас готовы принять у себя дома местные жители, причем абсолютно безвозмездно, за что им низкий поклон. Сам Хаир – это ленивольческий поселок. Он поначалу показался нам таким безнадежно больным стариком. Но, оглядевшись, мы увидели кучу веселых детишек. Да и от самих взрослых жителей безысходностью отнюдь не веяло. А в местной школе, где учатся 90 детей, может позавидовать и иной областной центр. Тут есть и компьютеры, и микроскопы, и новые с иголочки мебель. А при самой школе работает кривический музей с богатейшей коллекцией останков ископаемых животных. Местную тундру порой даже называют кладбище мамонтов. Но только почти 11 месяцев в году это кладбище завалено снегом. Самое потрясающее, что все эти находки – это не плод работы профессиональных археологов. А в основном все это приносит в музей рыбаки и дети. Представляете, какой благодатный край. Пошел порыбачить, например, на берег моря Лаптевых или в лес за грибами, и нашел «Рок Безонна» или «Бибель Мамонта». И с новыми знаниями об удивительном крае мы отправились спать. С надеждой, что следующую ночь мы уже проведем в Тикси. Наивны же мы были. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин